С 16 марта госсоветом принята статья 3.16 в Коап-ФТ, которая предусматривает ответственность за неуплату за размещение транспортного средства на платах муниципальных парков, и штраф составляет 2,5 тысячи рублей. И с 1 апреля, как мы и говорили, наше парковочное пространство будет в полном объеме принято в промышленную эксплуатацию, все три подсистемы, и, соответственно, с 1 апреля мы реализуем уже необходимость для людей оплачивать, и в случае неоплаты будет в полном объеме формироваться протокол об административном правонарушении и рассылаться так называемые письма счастья, штрафы в размере 2,5 тысячи рублей. Но прежде всего мы говорим о том, что мы объявляем парковочное пространство в центральной части города, 27 участков уличной дорожной сети, 1250 машин и мест, мы много об этом говорили в последнее время. С 9 февраля в полном объеме практически запущена система оплаты, то есть мы предоставили возможность людям ознакомиться с системой, понять возможности различных форм оплаты, то есть это и посредством паркомата, банковской карты, транспортной карты, банковская карта, в том числе и ПАИПАС, это смс-сообщение на короткий номер 3116 и это с помощью бэк-портала или мобильного приложения, достаточно удобные сервисы. Соответственно, с 9 февраля на сегодняшний день мы имеем уже 3,5 тысячи, даже более 2,5 тысячи зарегистрированных на портале Казалкинсен Паркинг, это parking.ru и соответственно мы говорим о том, что уже на данный момент более 145 тысяч поступило в бюджет. Но и основная цель наша не была сбора денежных средств в бюджет, не пополнение бюджета, а основная цель была на этом этапе, это чтобы люди смогли именно обучиться, понять, хотя бы по одному платежу провести, с тем, чтобы это не было неожиданностью, когда с 1 апреля мы говорим, что будет штраф в случае не упад. До сегодняшнего дня всем тем автомобилистам, которые заплатили за парковку на муниципальной парковке, огромное спасибо, то есть мы выражаем огромную благодарность за то, что они, в принципе, проявили гражданскую ответственность, то есть это люди, которые приехали на какое-то кратковременное, долгосрочное время и оплатили в соответствии с правилами, которые установлены в городе, за пребывание своего транспортного средства на муниципальной платной парковке. Вместе с тем, все те, кто не уплатил, это было, ну, скажем так, мы сразу говорили, все это было на их совести, может быть, им будет несколько сложнее, если они еще не попробовали, как это нужно оплачивать, и они теперь в 15-минутный интервал, который предоставляется для бесплатного состояния на том или ином месте, может быть, и не уложатся и попадут под штраф. А может быть и нет, может быть, они освоят это в течение 5 минут и будут оплачивать дальше. Тем не менее, я говорю о том, что 3,5 тысячи у нас зарегистрированных, и по нашим оценкам из них порядка 1700-1800 человек индивидуальных уже хоть раз попробовал оплатить. То есть это неплохие цифры, при том, что мы говорим, что 1250 машин на место, и мы подразумевали, что коснется это не более чем 2,5, ну, 3 тысячи автомобилистов, которые оставляли свои транспортные средства именно уличесоторожной сети. Все остальные оставляют непосредственно на парковках при своих учреждениях, ведомствах, организациях, либо на многоуровневых паркингах в центральной части. То есть есть возможность, или либо на плоскостных стоях есть место оставить, но не на уличной аруссети. Продолжение следует...